Добрый день! Сегодня мы рассмотрим линейку кубов под брендом Valk3 от компании Chiima Fangi. Когда-то мы радовались кубику Valk3, на нем показывали все хорошие результаты, и до недавних пор некоторые топ-выспит куберы на них даже собирали. В обновлении выпустили Valk Power M, уже с магнитиками, и опять же, долгое время этот кубик был лучшим от компании Mofangi. И также выпустили магнитную версию самого первого Valk3, Valk3M, в котором ничего не поменялось, кроме магнитов. И давным-давно обещали и анонсировали элитную версию Valk3, Valk3 Elite M. И вот, наконец-то, ее выпустили. Предварительно, конечно, выпустив бюджетку Thunderclub V3M и среднеценную категорию кубик VWay. Коробочка красивая, написано название кубика, такое тесненное изображение. Бренд. Производится только в черном и цветном пластике, белого пластика нет. Запрещено детям до трех лет. Открываем и введем стандартный бокс и кучу коробочек. Извлекаем бокс и пока откладываем. Разберемся с комплектацией. Коробочки имеют свои маркировки ABCD. Ну, ABC или ABC, они одинаковые. А коробочка D чуть потоньше. Давайте с нее начнем. Здесь у нас выпадает наклеечка, куча карточек, большая наклеечка, тряпочка, бумажки. И бумажки, 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 бумажки. Мягкие бумажки, твердые бумажки. Ну, карточки, которые показывают, что нового в нашей головоломке. Отложим. Ну, и всякие тут красивые картинки. Автографы Мацца Фолка. Сам Мац. Ничего интересного. Вы могли заметить, что, по идее, здесь должна быть два логотипчика. Да. И второй, он вот здесь. Я его сюда наклеил. И сейчас объясню чуть позже, почему. Отложим вот эту карточку, все остальное удерем. Ну, раз мы начали с последней коробочки, давайте продолжим с конца. И откроем коробочку с буквой C или C. Здесь мы наблюдаем пружинки. Зеленые и красные. И, судя под вот этой карточкой, мы понимаем, что на кубике изначально установлены прозрачные пружинки. Зеленые помягче. Красные пожестче. Я пока остался на прозрачных. Так что, мне не потребовались. Идем дальше. Открываем коробочку. И видим здесь крышечки. Крышечки нужны для того, чтобы менять магнитные усилия при вращении кубика. Если мы рассматриваем какой-нибудь из крышечек, мы видим, что здесь магнитиков нет. И такие же крышечки у нас будут в следующей коробочке. Вот они. Ну и чтобы понять, для чего они нужны, давайте откроем сам кубик. В красивом боксе. Прочном и надежном, наверное. И посмотрим на него внимательнее. Если посмотреть на элементы, то магнитов, по крайней мере, хитроумных конструкций, как у MGC Lite, как у GANX-S, у GLAGON EDM, здесь не видно. Но, как все знают, регулировка магнитов здесь присутствует. И магниты на стандартных местах у кубика есть. Но они сделаны в достаточно слабом варианте. То есть, они еле заметны. Если мы поставим крышечки вот такие вот, с зелеными магнитными капсулами, которых на самом деле магнитов нет, то кубик будет практически не магнитный. Если на кубике GANX-S самая слабая вариация магнитного усилия позволяла получить приемлемую головоломку, которую крутить было достаточно приятно, то здесь на самом слабом усилии получается что-то невзрачное, неинтересное и неприятное. Базовые крышечки, которые вот здесь, они имеют прозрачные капсулы, и мы как раз магнитики здесь видим. Это те, которые были установлены изначально. С ними кубик получается достаточно со слабым магнитным усилием. То есть, с вот этими пустыми крышечками практически никакого магнитного усилия, а здесь слабоватые. Ну, по крайней мере для меня. Сейчас в кубике установлены крышечки с красными магнитными капсулами, и здесь как бы самые сильные магниты. Ну, вроде того. И с ними кубик достойно вращается, скажем так. Сменные крышечки белые поставляются без наклеек, именно для этого вот эта бумажка с наклейками и нужна. Отсюда одну наклейку я переклеил на этот центр. Ну, чтобы кубик издалека не путать, поскольку внешних отличий у него немного. Внутри мы видим неокрашенный пластик, традиционно. И из коробки куб очень сильно затянут. По обычаю я первую сотню сборок кручу на заводских настройках, добавляя только смазку. И это было отвратительно. Было настолько плохо, что я ждал, когда эта сотня кончится, и можно будет что-то поменять. В итоге я изначально начал экспериментировать с силой магнитов, попробовал все различные комбинации, и крышечки без магнитов, вернулся на средние, в итоге остановился на сильных. В чем суть? Тут на кубике во всех вариациях, кроме пустых крышек, получается уже 96 магнитов. И по идее кубик должен быть достаточно сильно контролироваться. В слабой версии магниты практически не чувствуются. В средней версии они как бы есть. Стандартно расположенные магниты в углах ребра, которые притягиваются, они дают настолько незначительное магнитное усилие, что все основное воздействие приходится именно на центре с ребрами. Именно здесь магнитное усилие максимально, и получается, что у нас как бы центры фиксируются, а уголки болтаются. Такое неприятное ощущение, которое схоже совсем не магнитными кубами. Из-за чего возникают лакапы, ну и просто неприятное вращение, которое усугубляется, естественно, сильно затянутым кубом из коробки. Он не сильно шумный, достаточно тихий. И в процессе сборок, там 200, 300, 400, он в процессе притирки стал немножко ослабляться сам по себе. То есть винты и пружины я никак не трогал. Ни пружины не менял, ни винты не ослаблял. Возможно, стоило. Стоило поменять на более мягкие пружины, либо просто ослабить. Но в чем особенность вот этого элитного куба? В том, что здесь до сих пор простой винт, который регулировать нужно простой отверткой, которую в комплект даже и не положили. То есть, ну, пальцем я это не смогу. Если на MGC Elite, у которого стирается логотип, я мог открыть крышечку и пальцами отрегулировать натяжение. Да, причем по фиксированным положениям. И сделать это одинаково со всех сторон, просто смотря на цифры, которые хоть и плохо заметны, но они есть. То есть, отрегулировать магниты там можно было, не разбирая кубик, просто сдвигая вот эти вот магнитики. На валке решили пойти другим путем. То есть, они долго готовили этот куб, долго откладывали его презентацию. И в итоге получилось что-то вроде бы и не такое, как у всех, но как бы все равно уже устаревшее. А, причем, если такая особенность, когда мы помещаем крышечки обратно, они сами туда немножко втягиваются. А значит, вылетать вряд ли будут. Ну, наверное. В итоге, спустя сборок 700-800, кубик стало крутить, ну, даже приятно. То есть, какой-то в нем шарм свой все-таки есть. И, возможно, кому-то он понравится. Поэтому, если судить о состоянии кубика из коробки, то он вообще никакой. Неинтересный. И вряд ли кого заинтересует. Я видел много восторженных отзывов о том, что какой восхитительный, благодаря Лайт М. Нет, он не восхитительный. Я даже, наверное, советовать никому его покупать не буду. Но только если вы большие фанаты сабранда Валк, вам это, наверное, покажется обязательным. Ну, или коллекционеры, как я. Поскольку кубик я не ослаблял, и он естественным образом растянулся до такого вот состояния, уголки у меня ни разу во время сборки не флиппались. Соответственно, если его сделать более расслабленно, возможно, это произойдет. Но у меня нет. Сейчас на самых сильных магнитах и заводской настройкой по натяжению и по пружинам он меня, в принципе, устраивает. Но он не станет моим основным кубиком. Хотя и сейчас вполне комфортно обращается. Впечатление от него остается скорее такое негативное, поскольку большую часть времени он удовольствия не приносил. То есть я обычно, перед тем, как снять видео по топовым трешкам, считаю нужным открутить тысячу сборок на головоломке. И чтобы это не сильно напрягало, я делаю примерно 100 сборок в день. То есть на это у меня 7-10 дней уходит. То есть когда-то могу больше открутить, если позволяет время, когда-то меньше, если не позволяет, но стараюсь, чтобы хотя бы стоики были. И вот эти 100 сборок на этом кубике, первые 700, ну они крутили без удовольствия. То есть я часто поглядывал, там не кончились сотни на сегодня. Сколько еще сборок надо? Сейчас я тестирую Dayan Guhong, магнитный маленький кубик 54 мм. И пусть он стоит значительно дешевле, пусть у него никаких настроек тут нет. Абсолютно пустая коробка, просто. Но на нем крутишь, и о, сотня кончилась. Ну давай еще полтенечка кручу. Вот такое настроение. То есть я не скажу, что это удивительно замечательный куб, я его пока тестирую. Но крутить его приятнее из коробки, чем тот же Valk 3 Elite M. Если сравнивать вот эти вот три в последнее время высших куба, MGC, со стерзшим филуготипом Valk 3M, с устаревшей системой настройки пружин, ну и винтов, и Dayan Guhong, то самый негативный опыт, наверное, все-таки был с Valk. MGC вполне хороший куб, да, достаточно удобной настройкой и там, и тут. Valk 3 Elite M какая-то не очень эффективная система по смене крышечек для изменения магнитного усилия и крайне устаревшая система настройки винтов и пружин. Соответственно, за его стоимость, она там, ну в России, наверное, под 3000 будет, ну, сильно не дотягивает кубик по уровню. Взять тот же GAN XS, который чуть подороже, но он в разы лучше. И дешевый Dayan Guhong, который крутить просто приятнее. Да, повторюсь еще раз, любители-ценители Valk 3 Lite M найдутся. Состояние с сильными магнитами и достаточно затянутого куба вполне комфортно. То есть сейчас уже не чувствуется вот этих расхлябанных уголков, каких-то непонятных локапов, которые случались на первых парах, и крутить его вполне комфортно. Ну, также, как вы наверняка обратили внимание, я, когда кручу 1000 на этих кубиках, последний сборок 50, я скручиваю на камеру и вот в углу вставляю более-менее удачные сборки. Здесь удачных было не так много, поэтому вот, что есть, то есть. Рекордов на нем нет, ни по сотке, ни по синглу. Ну, просто кубик. Возможно, если на нем открутить еще сборок 500, то я к нему окончательно привыкну и результаты станут значительно лучше. Но что-то пока не хочется. Да и тот же Даян Гухон требует внимания. В результате не могу рекомендовать этот кубик. Определенно в нем есть хорошие стороны, но на фоне остальных головоломок современности, в частности 3х3, за свою цену он смотрится как-то не очень приглядно. Можно лучше и Valk Elite 2M возможно исправит эти ошибки. Но собирать им можно, повозиться с настройками можно, пусть это не так удобно и комфортно, как на других. Но получить интересное вращение здесь возможно. На всякий случай сравним строение с Valk 3 Power M, справа Power M, слева и Light M. Мы видим, что похожие мотивы какие-то есть, но кубик все-таки имеет строение другое. Ребра, ну и уголки. Power M и Light M. Видим здесь достаточно проработанный уголок. Красивый, интересный и отличающийся от предыдущих моделей. С Valk 3 сравнивать не буду, все-таки тот уже совсем староват. Вот такой вот получился кубик. Режет углы неплохо, если это вдруг кому-то было интересно. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok